Здравствуйте, меня зовут Андрей Дреер, это программа «Коммунальный патруль» и смотрите в этом выпуске. Ужин при свечах. Как подъезд пятиэтажки живет без электричества уже несколько недель. Против сильных мира сего. Как добиваться перерасчета от поставщиков воды, электричества и тепла? Целый подъезд пятиэтажки живет без света. В доме на Георгии Исакова загорелся щиток в подъезде. И теперь уже несколько недель жители пытаются вернуть электричество в дом. Как у них получается, расскажет Дарья Идемиллер. Все пропало. Все пропало. Со свечкой. Что было в холодильниках, все пропало. И что со свечкой. Свечек он закупил, сходил сегодня опять. Фонарик купила. Вот не знаю, на сколько хватит. Ужин, ванны и вечерние разговоры при свечах для жителей четвертого подъезда дома на Георгии Исакова 113 – не прихоть, а неизбежность. Уже полторы недели люди живут во мраке. После пожара в квартирах до сих пор стоит запах гари. Также пахнут вещи в шкафах. У многих и стены в копоте. Все сгорело тут. Внутри там все. Саша кругом. Глядно все. Полторы недели жильцы дома пытались добиться возвращения света в квартиры. Связывались с управляющей компанией и городской администрацией. Проводку замкнуло в счетчике на первом этаже. Так и начался пожар. Вся электросеть в доме была признана аварийной еще в 2013 году. К 2022 по решению суда комитет коммунального хозяйства города должен был ее капитально отремонтировать. То есть по факту мы говорим сегодня о подвальном помещении и о той разводке системы электроснабжения по дому, которая идет от ВРУ до этажного счета. Все, что касается этажных счетов, того оборудования, которое в этих счетах размещено, а также разводки по квартирам, решениями суда не предусмотрено. Теперь вернуть светлые времена подъезда должна УК «Наш Барнаул». Так решили на общедомовом собрании. Сейчас организация взяла в кредит почти 200 тысяч рублей, чтобы протянуть новую электросеть. Но пока подъезд к этому не готов. В подъезде до сих пор пахнет гарью и все стены в копоте. Вот здесь даже видно, что ее пытались отмывать. Но капитально отмыть копоть придется из вот этой шахты и побелить ее. Потому что до тех пор, пока отсюда не уберут все провода и то, что осталось от счетчиков, к прокладке новой электросети не приступят. Вот вычистить вот это, а потом вот это скоблить все сказали. Если не будете убирать провода, мы вам ничего делать не будем. Вот так вот. Так сказано. А мы что понимаем? Мы старуха, мне 83 года. В управляющей компании обещают, что свет точно будет к 10 ноября. Такой срок поставили подрядчику. Впоследствии деньги, взятые в кредит на работы, потребуют с комитета жилищно-коммунального хозяйства города. В УК уверены, именно они ответственны за случившийся пожар. Дорина Миллер, Николай Шелко. День с толком. Следующая наша рубрика «Совет эксперта», но она в этот раз будет непривычно объемной. Потому что в этот раз мы просили сразу трех экспертов. Их уникальный опыт в том, что они выиграют дела не у управляющих компаний, а у поставляющих организаций. Итак, как добиться перерасчета от поставляющих организаций, если вам чуть-чуть не догрели воду или батареи чуть теплые? Узнаете прямо сейчас. 60 градусов по Цельсию. Такой должна быть температура горячей воды в ваших кранах. Если она ниже, это не догрев. А виновата в этом бывает часто не управляющая компания, а поставщик. У нас есть правила, которые указывают на то, что в данном случае тогда должен быть сделан перерасчет. И вот тут вопрос о перерасчете. Почему-то у нас ресурсоснабжающая организация подходит несколько иначе. Ну, так скажем, в свою сторону толкует нормативные правила. И если она и делает этот перерасчет, то он делается настолько незначительный, что мы порой даже и в квитанции этого не видим. Но как выясняется, что есть иные методики, которые сегодня у нас специалисты применяют. И в итоге реально можно получить достаточно серьезный перерасчет. Уже сегодня суды начинают вставать на сторону ТСЖ и управляющих компаний. И после перерасчета взыскивают значительные суммы с поставщиков коммунальных ресурсов. Правда, добиваются таких перерасчетов непросто. Как раз этим ресурсоснабжающие организации, по словам специалистов, пользуются, чтобы задавить в суде, например, ТСЖ. Ресурсоснабжающие организации, они обращаются к ТСЖ. То есть как к слабой стороне, которая в большинстве своем не имеет юриста, они прокатывают практику положительную для них, судебную. И потом ломать эту практику становится достаточно тяжело. Мы привыкли к тому, что ресурсовик – это истец, который выбивает долги из управляющих компаний. Но как раз тут УК могут и воспользоваться моментом, и со встречным иском пойти в суд, чтобы добиться перерасчета. Недогрев горячей воды, недостаточно высокая температура радиаторов отопления – поводов много. Даже если батареи вам перегрели, вы тоже можете требовать перерасчета. Ведь согласно нормам, температура теплоносителя привязана к температуре на улице. А следить за этим должны ресурсовики. В домах почти нет регулируемой арматуры на вводе в домах, а есть просто запорная. Ей управляющая компания не имеет права регулировать, потому что если вдруг застопорит или закипит от накипи шаровый кран или вентиль, то тогда могут остаться все жители совсем без тепла. Поэтому здесь, в общем-то, главная вина в этом тепловиков, потому что они хотят получить больше денег, ну и подают тепло. Точно так же следует обращать пристальное внимание и на пункт содержания общедомового имущества. Особенно, если речь идет о водоотведении. Словом специалистов, встречаются квитанции, в которых не указано водоотведение сои, оно же содержание общедомового имущества, но при этом есть начисление за отведение стоков. Есть правило 124, которое говорит, что водоотведение всего по дому равняется вода холодная плюс горячая. Но если воды нет, сои ни холодная, ни горячая, то откуда-то штоки тогда получаются излишне начисленные платы. Если объем водоотведения сои больше, чем две воды вместе сои, то тоже требуется, вам пересчитают. То же самое бывает и с электричеством. По словам Надежды, в ее практике был случай, когда поставщик электроэнергии начислил плату не только с общедомового счетчика, но и со счетчика трансформаторной подстанции. Жители, конечно, выступили против, ведь это к общедомовому имуществу не относится. Пришлось идти в суд. В данном случае тоже по одному дому всего. То есть счет начисляется на несколько десятков тысяч рублей каждый месяц. Больше на несколько десятков тысяч для одного дома электроснабжения. В данном случае суд не удовлетворил наши требования, но касация все-таки отменила это решение. И сейчас оно опять рассматривается. Рассматриваются дела о перерасчете порой очень долго. Проходят несколько инстанций. Все потому, что многие судьи к такому еще не готовы. Сложность здесь какая? Это прежде всего то, как сторона, значит, ответчика и как суд трактует применение норм материального права. Когда выявляется ресурс некачественный, то наша позиция, то есть по указанному делу, который строится и на судебной практике, и на ряде писем, значит, официальных, которые министерством строительства и регионального развития в свое время удавалось. И сводится к тому, что мы берем суммарный коэффициент отклонений, значит, умножаем на месячное начисление. Ответчик у нас говорит, что это порочный способ расчета, его нужно по-другому. Они стараются выделить час, говорят, вот в этом часе. Были отклонения, давайте вычислять стоимость ресурса в этом часе, получается, и считать. Так, поставщики ресурсов пытаются найти уловки, предлагают свои формы расчета. А вот суду бывает сложно понять все тонкости этого дела. Некоторые судьи теряются даже в трактовке правовых норм. Там по делу проводились даже сторона ответчика, представляла им две или три лингвистические экспертизы. То есть очень сложно, поэтому сложности какие-то... Лингвистические. Да, лингвистические, именно то, как нужно читать нормы права. То есть, представьте, есть норма права, и вроде есть суд, который должен понимать, как ее применять, есть стороны, которые также понимают, как нужно ее применять, но тем не менее они даже заказывали лингвистические экспертизы, и лингвисты указывают, как нужно считать и применять эту норму. Перебороть все эти трудности необходимо, ведь это того стоит. До 15% месячного начисления можно снизить за счет поставки некачественного ресурса. По опыту юристы говорят, суды начинают преодолевать непонимание, которое копилось годами. Приходят к правильным формулам и методам расчета. И если управляющие компании ТСЖ продолжат вести борьбу с поставщиками, возможно, последние станут вносить в квитанции только честные суммы за недогретую воду и чуть теплые радиаторы. А мы напоминаем, на интернет-портале Толка работает интерактивная карта коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам заявку, и ваш сигнал появится на этой карте. Заходите на сайт толкnews.ru на вкладку «Телевидение» и нажимайте на значок «Рассказать о проблеме». Можно следить за статусом вашей геометки. Она будет менять цвет с красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия, на желтый, когда коммунальный патруль принял в разработку эту тему, и до зеленого, если соответствующие службы эти проблемы решили, или черного, когда ситуация не изменилась. Если вы знаете, что вам тоже переначисляют за коммунальные услуги, если вообще вам мешают жить любые коммунальные проблемы, обращайтесь к нам в программу «Коммунальный патруль». Мы приедем и попытаемся помочь. А пока, до встречи в следующий вторник. Редактор субтитров А.Семкин